Всем большой привет! Я очень рада, что вы заглянули ко мне на канал. Надеюсь, что сильно никого не напугало с такими шокирующими кадрами просто с первых секунд видео. Ну, какие будни, такие получаются и влоги. Приехали мы из поездки, вернулись. Перед отъездом я, наверное, день-другой не стирала. Ну, корзина практически целая была. Плюс, пока мы были в отъезде, дети старшие были дома. И все, ну, были они у бабушек, да, но все равно вещи пачкались. Они у меня купят свои грязные вещи в своих комнатах, в отдельных корзинах. И потом так, когда вспоминают, что чего-то не хватает, чистых вещей, да. А что же, завтра в школу надеть, какую форму на физкультуру взять, почему чистого нет. Ой, точно, у меня же целая корзина грязного белья моего лежит. Приносят, вываливают всю корзину и получается вот такой тут хаос полный. Ну и, конечно, мы тоже приехали, привезли с собой. У меня тут еще сумка стояла с бельем, так что буду сейчас все разбирать. И для начала сортирую белье, буду все сегодня стирать. Все за этот день не перестирала. Конечно, кое-что придется и на следующий постирать. Но вообще я белье сильно не сортирую. Основной критерий для меня это цвет. А вот, например, знаю, что некоторые стирают полотенце только отдельно. Носки, допустим, только отдельно. Нет, я так не делаю. Такого я не коплю специально, не сортирую. Ну, не знаю. Вот у меня есть темное, да. Так там есть и штанцы, и футболки, и носки, и трусы, и все. Ну, если попадется полотенце, ну, тоже может быть ничего страшного. Но если стираю, например, постельное, да, меняю, то вот обычно как раз полотенце туда добавляю. Ну, запустила стирку в течение дня. Буду постоянно сюда приходить, перекладывать одну партию за другой, потом в сушильную машину. В общем, стирки будет много. И наведу сейчас порядок в ванной комнате. Помою раковину, зеркало, ну, в общем, сантехнику, там, унитаз за кадром помою. И в ванну оботру тоже. И хотела, кстати, рассказать по поводу стирки. Недавно, ну, не так давно, испортила костюм достаточно новый. Показывала трикотажный такой теплый, заказывала. И положила его стирать, как обычно я делаю. Например, вещи с вечера в машинку закинула и добавила порошок. Вот моя, кстати, ошибка. Я тоже в барабан прямо сыплю порошок и оставила так на ночь. Включаю я уже машинку с утра. И я благополучно так все оставила. Утром включила. А после стирки, смотрю, у меня на фиолетовом таком костюме, достаточно ярком, ну, немножко темном, прямо разъела цвет. Такие блеклые пятна. Ну, в общем, видно, что порошок там лежал. Я не знаю, наверное, все-таки влажность какая-то в машинке есть. И вот такой вот эффект получился. Много мне там советов, конечно, надавали, что с ним сделать. Но, честно, самое главное было не отчаиваться, не париться, да, и заказать новый костюм. Ну, да, сильно не переживать по этому поводу. Но не хотелось, конечно, ничего придумывать. В общем, пока лежит, наверное, покрашу его хлоркой, потому что ни каких-то, ни аппликаций, ни зашивать, ничего в этом плане делать не хочется. Но это я к тому, что вот просто имейте в виду, не делайте так, как я. Конечно, учимся на чужих, да, ну, иногда и на своих ошибках, что же делать, всякое бывает. Порошок у меня этот, кстати, от Фаберлик. В принципе, я его очень люблю, но он так и идет для светлого и для цветного белья. И я светло им всегда стираю, и мне очень нравится, он хорошо отстирывает. Но вот с темными и яркими цветными вещами, плюс оставила на ночь, на время. Ну, вот такой вот произошел случай у меня. Не знаю, конечно, как у вас, а я бывает дико устаю в течение дня. Появляется все больше дел, с которыми нужно срочно разобраться, наряду прям с ведением недомашнего хозяйства. А с двумя мальчишками вообще покоя практически нет. Я думаю, не стоит рассказывать, да, все все понимают. Но, несмотря на вечернюю усталость, мне все равно бывает очень тяжело уснуть, потому что под вечер появляется слишком много мыслей, которые не дают просто отдохнуть спокойно. И, как уже сказала, вот на днях мы вернулись домой из небольшой поездки, в которой я еще острее ощутила на себе эту проблему. Все же хоть раз, да, сталкивались с ночными поездами, где всю ночь кто-нибудь ходит туда-сюда, разговаривает, пытается успокоить деток или просто громко храпит, да. У меня уже были такие случаи, и, честно, после этого я весь день ходила разбитая, потому что поспать за всю ночь, ну, получалось от силы, наверное, пару часов. Недавно мне попалась информация про препарат Реслип. На форумах пишут, что он помогает с бессонницей, повышает качество сна и длительность, при этом давая легкое пробуждение. Конечно же, дополнительно я почитала сайт производителя и инструкцию. Оказалось, что он разрешен даже при беременности. Я, кстати, до сих пор смотрю этот раздел. Для меня это прям показатель безопасности препарата. Реслип оставляет фазы сна без изменения, а это большая редкость. В общем, я решила протестировать его и взять с собой в путешествие. На удивление, он действительно мне помог нормально перенести эту ночную поездку, и я гораздо быстрее уснула, почти не ворочалась, и на следующий день не чувствовала себя, как выжатый лимон. Ну и, конечно, я всем желаю здорового сна, крепкого здоровья и отличного настроения. И давайте покажу буквально, наверное, несколько кадров из нашей поездки. А то скинула фотографии, в телеграмме тоже обмолвилось, что изначально цель поездки была свозить совушу на прием к специалисту. Многие запереживали за ребенка, что случилось. Ну, все хорошо, это был плановый осмотр. Кто смотрит меня регулярно, помнят, наверное, летом мы тоже ездили, и, в принципе, там цель была та же, но мы там чуть подольше были в прошлый раз, поэтому еще получилось так побольше погулять, какую-то культурную программу провести. В общем, здесь мы ехали ночь, приехали с утра в Санкт-Петербург, достаточно темно еще было, и добрались сразу же до гостиницы. В этот раз останавливались в гостинице в самом центре города. Очень классно, ну, потом тоже чуть позже покажу. Нам разрешили оставить сумки, так как заселение где-то в 2 часа, как обычно бывает. И мы оставили сумки и пошли немножко, ну, у нас только одна была, и пошли чуть-чуть прогуляться, позавтракать. И, в общем, потом мне уже написали, что номер готов, можно заходить. Написали раньше, чем время заселения было. Мы заселились, ну, пообедали еще. Я оставила Саву с папой на дневной сон, а мы встретились с Олесей, заранее с ней договаривались. Олесей, это моя подписчица из Санкт-Петербурга, да, вот так бывает. Второй раз мы с ней встречались, летом тоже виделись. И, ну, вот, представляете, интернет вот так вот сводит людей, да, очень приятно. Так что мы здесь буквально в пешей доступности с ней прогулялись. Сходили сначала в дом великана, по-моему, так это называется. Ну, такое помещение, там все такое большое, и ты как будто бы совсем маленький. Ну, там просто нужно приходить, фотографии делать, как бы погулять, походить. Да, вот он, дом великана в замочной скважине. И здесь же, прямо в этом же помещении, еще есть музей иллюзий. Мы решили потом туда сходить, потому что, ну, в доме великана там мало, как бы делать особо нечего. Все это мы быстро посмотрели, пофоткались. А вот музей иллюзий нам очень понравился. Здесь прям большие помещения, несколько этажей. И суть в том, что на стенах и на полу нарисованы разные картинки, которые, как бы, граница между которыми, да, между стеной и потолком, она стирается. И ты получаешься как будто внутри этой картинки очень интересные сюжеты. Ну, в общем, собственно, тоже нужно просто ходить и фотографироваться. Так что вставлю вам некоторые кадры, просто чтобы посмотреть. Кто не был, кто поедет в Питер, обязательно загляните. Нам понравилось. Детям, я думаю, тоже очень понравится. Ну, пообщались мы, конечно, еще прогулялись немножко. И потом я пришла в номер. Олеся передала подарок от своего сына, от Жени. Он подготовил для совушки вот такой сюрприз. Сделал маленькую машинку из аквамозаики и вот такую большущую машину джип. В общем, Сава просто был в восторге, когда увидел. Сначала она замигала, музыкой заиграла. Но уж когда начала превращаться в робота, то вообще прям вау сказал. Ну, я думаю, вы прочитали по его губам. Когда начала превращаться в робота, тут даже мальчикам за 40 лет тоже стало интересно. Так что смотрели, они играли практически вместе. В общем, большущее спасибо Олесе, Жене. Жене просто персональное спасибо, привет. Совушка был очень доволен. Давайте немножко расскажу про отель, в котором мы останавливались, тоже спрашивали. Конечно, я немножко поснимала для вас. Останавливались мы в отеле Калейдоскоп Голд. Были всего одну ночь. Ну, нам, в принципе, для наших целей этого было достаточно. Находится он просто в центре города. Это Санкт-Петербург, улица Малая Морская, дом 15, литра А. Как уже сказала, прекрасное расположение. Я на это ориентировалась. То есть, можно добраться при желании на метро в любую точку. Оно здесь рядышком совсем находится. Ну, и выйти в любой момент, прогуляться. Все в пешей доступности, основные достопримечательности. Ну, также и кафешки, рестораны, и какие-то культурно-образовательные заведения. В общем, все-все-все близко, все под рукой. Мне кажется, очень удачно вот именно место расположения у него. Ну, и внутри, конечно, все стильно, красиво, современно, очень, мне кажется, гармонично и, самое главное, удобно. Есть разные у них категории номеров. У нас был номер Studio Deluxe. Здесь 25 квадратных метров. Вроде небольшой номер, но все самое нужное есть. У нас была одна двухспальная кровать и еще на втором уровне кровать и раскладной диван. И мы вот так посмотрели, что даже, например, нам со старшими мальчишками здесь было бы всем достаточно комфортно. То есть спальных мест достаточно. Есть также в номере у нас мини-кухня. Это правда очень удобно. Чайник, холодильник, микроволновка, раковина. Ну, все, что нужно, чтобы что-то быстренько приготовить. Ну, и, конечно же, санузел. Все в комплекте. Ну, про дизайн я молчу. Правда, все сделано очень стильно и красиво. Понравилось, что есть фен, есть вообще разные принадлежности, например, для глажки. Очень понравилась косметика. Вот это вот ритуалы вообще обалденные просто. Кстати, она продается у них на ресепшене. Тоже есть варианты, можно приобрести при желании. И разные косметические наборы. В общем, все то, что может потребоваться в путешествии, но не всегда берем с собой в дорогу, знаете. Здесь все это есть. Так что можно не утяжелять свой багаж и не беспокоиться об этом. Ну, конечно же, ежедневная уборка. В целом нам все очень понравилось. И приятно было, что положили вот такую корзинку. Видели, что с ребенком заселяемся. Прямо здесь все для детей. Ночничок, набор средств по уходу за детьми. Фирма Лак Ри, кстати, мне очень нравится. И подгузники. Вот вроде бы мелочь, а приятно. Сам отель небольшой, но очень уютный. В холле здесь есть диванчики, кресла, столики. Можно на баре заказать кофе и посидеть, например, с какой-нибудь вкусняшкой. И приятно провести время. Здесь же, кстати, в холле можно утром позавтракать. Завтраки подают по системе шведский стол. Очень удобно, конечно, это. Ну, в общем, все для клиентов. Ну, и внешнее оформление, безусловно, радует глаз. И сервис мы тоже оценили. На ресепшене все быстро, четко. Помогут с решением любого вопроса. За сутки мне, по-моему, пришла смска или пораньше, что есть возможность заказать трансфер из аэропорта или с вокзала. То есть при желании можно все это организовать прямо от отеля. В общем, мы очень остались довольны. Кто в поиске, могу смело рекомендовать. Правда, отличное месторасположение. Сам отель очень хороший. Ну, а мы вечером прогулялись немножко по вечернему центру Санкт-Петербурга. Вечером он по-своему прекрасен. Ну, а на следующий день с утра уже выехали из отеля, поехали на прием к специалисту и вечером отправились домой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А сейчас хочу вам показать свой заказ. Забрала как раз коробку выходные. Привезли, доставили мне ее прямо в ближайшую пятерочку. На кассе просто забрала, показала штрих-код. Все быстро доставили. Нужно было кое-что купить детям сейчас и к весне, и к лету. Все подросли, что-то подистрепалось. Так что всем понемногу. Заказ я этот делала в интернет-магазине оптовых цен HappyWear. В магазине продаются товары по оптовым ценам. И эти цены практически в два раза ниже, наверное, чем на маркетплейсах. Цены оптовые доступны абсолютно всем. Магазин продает товары там поштучно. И чтобы получить самую выгодную цену, нужно оформить заказ на сумму от 5000 рублей. И бывает такое, что вам не нужно, например, сразу же много вещей. То заказ, конечно, можно оформить совместно с друзьями или близкими, родственниками с кем-то. Здесь, я думаю, каждый найдет для себя что-то полезное. В HappyWear большой очень выбор товаров. Это и одежда для детей, и взрослых. Есть и нижнее белье, домашний текстиль, а также косметические и уходовые средства. У магазина есть собственное производство одежды и текстиля под брендом HappyFox. Магазин дает на него лучшие цены в интернете. И для вас, для моей аудитории, магазин предоставил промокод на скидку 300 рублей на один заказ. Я оставлю и промокод, и ссылку в описании к видео. А сейчас давайте перейдем к моему заказу. Покажу, что выбрала, и может быть кому-то это тоже будет полезным. Сначала для совушки, покажу, что заказала. Мне нужно было обновить ему белье. Тросики есть, а маечек как-то, ну в общем, поизносились все. Никто по наследству в хорошем состоянии не передал. Так, поэтому заказала несколько штук. У меня здесь все майки однотонные, потому что, ну мне так больше нравится, чтобы к любым тросикам подходило. Маечки у меня фирмы Крокет, я уже старшим мальчишкам такие брала. И фирмы Байкар. Байкар вообще очень люблю, и трусики мальчикам покупаю постоянно. Отличное просто качество, и цены очень доступные. Маечки были порядка 150 рублей. Мне кажется, отличная цена за такое изделие. Так, дальше для Савы заказала штанишки, брючки. Это трикотаж совсем тоненький. Это хэбэшка, 100% хэбэшка, это ткань кулирка. Я такие штанцы взяла специально, чтобы он ходил в детском саду в группе, ну или весной, летом. Это не плотный трикотаж, знаете, не футер такой, бывает с начесом еще, а бывает просто с петелькой. А совсем тоненький, как домашние они такие штанцы. Но мне кажется, для сада это как раз идеальный вариант. И все закрыто, и не жарко, в общем, должно быть комфортно. Взяла в трех расцветках, а в принципе они все одинаковые, фасон одинаковый. Тут манжетики, резиночка, кармашки, и никаких навязчивых рисунков нет. Тоже, чтобы подходило к любой практически футболке. Штанишки такие по 199 рублей, по-моему, вот этот вот размер, у него сейчас размер 3. Ну, там, наверное, по возрасту тоже, ну, рост, наверное, 98. Так, еще Сави взяла штаны уже как раз-таки из футера с начесом. Сама очень люблю такие костюмы и штаны, в них тепло, комфортно. Я взяла две пары, две штуки на весну, на смену, просто чтобы носить с курточкой, когда чуть-чуть потеплеет. Чтобы не было вот этих колготок и мучений там с одеваниями, знаете, когда уже, ну, прям, не знаю, на какую температуру, конечно, не сказать. Ну, то есть, понятно, что баллоневые штаны этот период уже пройдет. А когда будет такой вот переходный весенний период, то как раз вот такие вот штанцы тепленькие с начесом, да, но мягкие, комфортные. Замечательно просто, любую кофточку наделал, сверху тоненькую курточку и отлично, тепло, комфортно и смотрится очень симпатично. Штанишки такие, по-моему, по 399 рублей. Ну, в общем, цены очень приятные. Это вот тот магазин, в котором цены прям хочется озвучивать, потому что, правда, ну, очень выгодно получается. Так, и Савушке еще заказала пижамки. Взяла три штуки, но пижамки взяла уже на вырост. Сейчас у него там парочка есть, ну, наверное, только к осени, потому что такие они прям полноразмерные. Это фирма Бонита. Вот, симпатичные расцветки, ну, я вам покажу как раз на видео. Тоненький трикотаж, манжетики, ну, в принципе, для пижамок самый подходящий вариант. По-моему, тоже они порядка 300-400 рублей за пижамку стоили. Вот, детский трикотаж вообще очень доступный, ну, в принципе, и взрослый тоже. Так, дальше для Ярика выбрала несколько футболок к весне, к лету, ну, потому что парень растет. Вот, и выбрала темненький, одну такую уже светлую, поярче, желтенькую, симпатичную. Качество мне порадовало, я уже посмотрела все, распаковала. Так, и цены тоже, порядка 300 рублей были за футболочку. Вот, так что, такие покупки. И ему еще заказала термобелье, хотя, конечно, зима скоро заканчивается, но он, лыжи вот у них начались после Нового года, и он меня все терзает, что нужны ребенку, ну, он про штаны конкретно спрашивает, да, колесоны. Я купила ему комплект термобелья, то есть сразу же с кофточкой. Вот, это подростковый размер, там, знаете, редко сейчас вообще, где есть что-то такое, ну, то, что нравится и внешне, и по цене адекватное, на подростковый размер. То есть он вроде из детского уже и вырос, из детских ростовок, но до мужского тоже еще не дорос. И вот этот промежуточный этап, он такой проблематичный. Вот, а здесь прям 164, то, что нужно, и есть из чего выбрать. Вот, комплект мне понравился, тканью трикотаж, хорошо тянется, и приятно на ощупь. Выбрала серой расцветки, нейтральной, не черной. Вот, комплект, по-моему, 799 рублей стоит. Вот, я ссылки оставлю все в описании, так что кому что актуально, обязательно заглядывайте туда. Так, для дома выбрала полотенцем. Хотелось мне обновить именно для регулярного использования. В общем, выбрала два комплекта, по три штуки в каждом. Это обычные вафельные полотенца, у них очень хорошая плотность, 240 грамм на метр квадратный. Комплект стоит около 400 рублей. Приятные такие, вроде симпатичные расцветки, непростые, но в то же время не яркие, не броские, не ляпистые, приглушенные. Чтобы, знаете, так, тоже в общей гамме, как бы, интерьере кухни-гостиной не сильно бросалось в глаза и не выбивалось из общего фона. Вот, полотенца мне такие нравятся. Не первый раз уже их беру. Это вот как раз таки фирма Happy Fox. Вот, можно, кажется, на подарок такие комплектики брать. Очень удачно будет. Так, дальше. Себе заказала несколько футболочек на лето. Две взяла нейтральных. В прошлом году носила летом, у меня была одна белая, одна коричневая. Очень мне нравилось. Прям были две топовые футболки, которые я носила все лето с разным низом. В общем, идеально ко всему подходят, без каких-либо рисунков. И к джинсам, и к светлым каким-то юбкам, и штанам. В общем, к любой одежде, которую не надень. И коричневый, и белый подходят отлично. Если честно, вот эти футболки я еще не меряла. Качество посмотрела, мне понравилось. В размере взяла в 44-м, но внешне так некоторые смотрятся большие. Но, не знаю, в общем, я померю вам, вставлю. Но качество очень приятное. Это тоже фирма Хэппи Фокс. Как раз вот собственное производство интернет-магазина Хэппи Вэр. Футболочки порядка 500 вроде бы рублей стоят. Ну, за такое качество я считаю, что это вполне очень хорошая цена. И одну взяла футболку с рисунком, наоборот, зелененькую. Ну, это, наверное, так для дома ходить. Она такая попроще. Здесь, по-моему, нет синтетики. Вот, ну, для разнообразия как раз на весну, на лето себе. В качестве домашней одежды. Так, еще заказала для мужа тапки. Потому что как-то быстро он их изнашивает. И посмотрела тут на каком-то видео, где делали ремонт. Смотрю, у меня у мужа все пальцы наружу просто. Поэтому заказала целых две пары. Хорошенькие. Стоят они там совсем недорого. Есть варианты выбрать подходящего размера. В общем, такие вот взяла. Так что будет теперь не с торчащими пальцами по дому ходить. Так, и еще мальчишкам заказала, ну, в основном Макару. Там больше ничего ему не было. Носки. Вот. Носки тоже беру Happy Fox. Не первый раз уже их беру. Отлично. Парни носят. Вообще никакие не цветные. В общем, черные, белые, светло-серые и темно-серые. Вот. Хорошо тянутся. Качество очень хорошее. Правда, носятся отлично. Просто ноги уже у всех подросли. Поэтому обновляю. Вот. На этом мои покупки подошли к концу. Я надеюсь, что вам было полезно. Обязательно заглядывайте. В описании оставлю и ссылку на магазин и промокод. Правда, получается очень выгодно. Ассортимент просто великолепный. Так что заходите, выбирайте. Ну, а дальше будет такая вечерняя мотивация на уборку. Знаете, я особо не практикую прибираться вечером. Особенно в таком формате, как у меня вот здесь сейчас получится. Но сразу скажу, вот приехали немножко, планы все сбились. И если, например, у Савы, ну, он с нами ездил, да, там более-менее. В спальне тоже кое-как Ярик сам свою комнату контролирует. На кухне я тут накануне много готовила. И тоже все убираем. То вот Макара комната, ну, она как обычно. Без разницы, где она, здесь или за стенкой. У Макара всегда чудесным образом просто крайне быстро происходит какой-то бардак, хаос. Ну, у него удивительная способность к этому. Вот. И, правда, планировала просто вечером спокойно зайти, поменять постельное белье, ну, сделать какую-то легкую влажную уборку. Но что-то пошло изначально не так, честно. Тут уже, в принципе, мы после ужина все так расслабленные такие. Не думала я, что у меня тут выльется в такую реально грандиозную, можно сказать, уборку. Но Макар пришел и начал, вспомнил, что не сделал сольфеджио. Я тут ему помогаю. Он будет сейчас сидеть считать. Это нужно было расставить тактовую черту в мелодии. Нужно было посчитать длительности. Вот. Ну, а я займусь уборкой. Если сначала все шло более-менее, то потом просто сюрприз за сюрпризом. И немножко, конечно, это меня, ну, вывело из себя. Такой у него везде бардак. Я открою шкаф, там сюрприз. Потом я открою кому-то, там еще один сюрприз. Ну, понятно, это неприятно. И, как бы, своим таким, например, отношением, ну, он где-то обесценивает, там, мою заботу, да, вот, мои действия. То, что я, там, глажу рубашки. Он их взял в комод, там, например, всех свалил. Вот. Ну, я где-то буду пытаться его здесь привлечь к уборке. Ну, тут уже Сава потом будет бегать. Ну, в общем, что получится, то получится. Я думаю, по моему выражению лица периодически и тому, как я буду иногда просто стоять и разводить руки, вы все прекрасно поймете. Вот. Ну, а пока прибираюсь. Я, как обычно, хотела, наверное, немножко порассуждать. Опять задавали мне такой вопрос в комментариях. Спасибо, что спрашиваете. И в этот раз спросили про перфекционизм и про прокрастинацию. Вопрос задали в том контексте, что как с этим бороться, да, особенно с перфекционизмом. Но, вообще, мне кажется, что эти моменты, понятия, они очень тесно друг с другом связаны. И один из другого, наверное, вытекают. Вот. Вообще, насколько я знаю, перфекционизм – это официальное такое признанное какое-то психологическое, по-моему, расстройство. Ну, я не знаю, это из психологии или это из психиатрии. Честно, не очень сильная, не сильно разница в этом понимаю. Но то, что это как бы медицинский термин, да, и такая причина, в общем, обращение иногда к специалистам – это факт. Вот. То есть, собственно, гордиться здесь нечем, да. Некоторые говорят, да, я вот такой перфекционизм. На самом деле, если это действительно так, да, ну, многие, опять-таки, любят преувеличивать, то, правда, здесь радоваться особо, наверное, нечему. Ну, это люди, которые боятся совершать ошибку, да, или не оправдать чьих-то ожиданий. И, в принципе, вот этот вот страх в чем-то, неуверенность, боязнь, да, она приводит к тому, что и такие люди за любое дело, там, какую-то игру, работу, вообще неважно за что, да, берутся только тогда, наверное, когда они будут уверены вот в своей победе, уверены в своем итоговом результате. И он обязательно должен быть вот просто идеальным, блестящим, вот. Ну, то есть, не знаю, с чем это связано, наверное, много это и с детства идет, да, когда мы там учимся красиво выводить прописи, да, за корючки в прописях, вот. Ну, особенно, наверное, у девочек это развито, но вообще, наверное, тут не угадаешь, не знаю, откуда вне зависимости. Ну, вот, не зря же говорят, да, что троечники, они, например, добиваются гораздо больших результатов по жизни, чем отличники, да. Ну, тут тоже, мне кажется, дело как раз не в оценках, а это как такой субъективный взгляд. То есть, отличники, они как раз больше перфекционисты, они привыкли, что все должно быть на отлично, и они боятся рисковать, боятся пробовать. А троечники, знаете, ну, у них по принципу и так сойдет, вот. То есть, я здесь попробую, не получилось, ну, окей, я там попробую, опять не получилось, ну, ладно, я вот там попробую. И в итоге у них накапливается и опыт, и в итоге они чего-то и добиваются. Ну, вот так вот, наверное, и происходит. Вот, как бороться, ну, я не знаю, если честно, вообще, да, наверное, нужно изначально признать, да, то, что перфекционизм есть, да, ну, это у кого есть, наверное, ну, не отрицать, по крайней мере, да. Да, но, в принципе, я считаю, что это реально мешает иногда жить. Причем это касается, вообще, по-моему, всех сфер, это тоже как в том анекдоте, да, ну, вот я все жду, там, свою идеальную, там, принцессу, да, спутницу жизни. Ну, и как, нашел там, да, да, вот там, мне уже, не знаю, сколько там, 90 лет, да, вот все жду, ну, то есть, это во многом, то есть, люди не выбирают что-то, не пробуют, не делают, да, а все сидят и ждут. Это вот как раз про прокрастинацию, да, постоянно откладывают на потом, не могут собраться, попробовать, сделать шаг и что-то сделать, вот. Ну, не знаю, это, мне кажется, и на самооценку тоже как-то влияет не лучшим образом, и обесцениваются вообще действия и свои, и любые, то есть, если, например, человек чего-то достиг, да, получается, не достиг точнее, а вот буквально не достиг там какой-то малости, да, но сделал уже много. Ну, и сам человек для себя это обесценивает, мне кажется, это тоже очень неправильно, ну, зачем, вот в этом плане очень хорошо, наверное, делить вот эти маленькие, делить большие задачи на маленькие действия. И таким образом ты не откатываешься, например, если какая-то ошибка не к началу, да, своего пути, а просто к предыдущему этапу. Вот, это тоже не дает обесценивать то, что ты уже сделал, то, что ты уже прошел, то, чего ты уже достиг. То есть, любая ошибка, ну, мне кажется, должна восприниматься не как ошибка, не как провал, а как опыт. Есть такая очень хорошая игра, ну, тоже из психологии, по-моему, она называется «зато». То есть, что бы ни произошло в жизни, нам кажется, все, это конец, да, нужно найти то, зато, да, ну, ту светлую сторону, что хорошего ты можешь вынести из этой ситуации. Потому что, ну, всякое бывает, как бы, понятно, кто-то сейчас может воспринять по-разному, но люди порой на таких мелочах зацикливаются и думают, что все, вот у меня здесь не получилось, и это просто провал, да, это конец, я не реализован, там, или еще что-то. Но давайте искать зато. Я уверена, что вот этот именно опыт, полученный из жизненной ситуации, он обязательно пригодится в будущем и послужит вам только на пользу. И еще, мне кажется, очень важно или, ну, вот как это назвать, расценивать своей целью не сам, не саму цель, да, вот не итоговый результат, что мы чего-то добьемся, а придать больше важности вот какому-то процессу, то есть вот этому самому периоду, то, что мы будем делать, да, не то, что мы добьемся ради чего, да, а сделать важным именно сам процесс, что вы из этого вынесете. И тогда уже, наверное, тоже не так страшно будет что-то начать, что-то пробовать и что-то делать. Ну, и многие, конечно, тоже в плане эмоций, да, вот опять-таки из детства, как нам говорили, ты же мальчик, да, ну, там, мальчикам одно говорили, да, мальчики не плачут там, что ты расстраиваешься или девочкам говорят, ты же девочка, ты же должна быть такая хорошая, прилежная, да, вот это все такие рамки, установленные кем-то, да, но они тоже немножко, наверное, сковывают в чем-то, и опять-таки человек боится что-то сделать, где-то проявить себя, но, в принципе, эмоции это тоже нормально, знаете, мне кажется, нужно к ним относиться как, ну, вот к погоде, да, она же тоже разная бывает, не может быть всегда ясно и солнечно и тепло, да, когда-то бывает и дождь, и гром громыхнет, так же и с человеком, не может быть всегда в хорошем настроении и всегда все получаться, ну, вот я здесь тоже, вот вы мне всегда говорите, Таня, ты такая позитивная, я вот здесь ходила такая злая, прибиралась, ну, что, так есть, да, вот я не думала, что так получится, ну, вот это тоже опыт, понимаете, наверное, нужно как-то с пониманием, как раз с принятием, да, к этому относиться, жизнь, она бывает всякая и наши эмоции, ну, и вот как погода, ну, в общем, не знаю, мне кажется, нужно как-то представить, может быть, наихудший вариант событий, вот если прям какой-то страх, да, перед каким-то действием, ну, прожить его, то есть, вот что такого может случиться, да, если вот произойдет вот все наихудшим образом, ну, настолько ли это страшно, мне кажется, вот это прожить ситуацию, принять ее тоже очень хорошо помогает, не знаю, конечно, насколько ответила на вопросы, мне кажется, на такие темы можно рассуждать очень долго, приводить какие-то примеры из жизни, из личного опыта, но моя уборка здесь уже будет заканчиваться и мое видео тоже, ну, я оставлю Макара здесь наедине с самим собой, со своим бардаком, кое-что еще тут ему нужно будет, да, разбирать, я просто запущу еще робот-пылесос, потому что руками, ну, в смысле, вертикальным пылесосом мыть, пылесосить, убирать я уже была не в состоянии здесь к вечеру, робот, конечно, очень выручает, но пол грязный, я не знаю, вот нас не было и никого дома не было, а пыль все равно откуда-то берется, ну, хорошо, что есть такие помощники, гаджеты по дому, ну, а видео мое на этом подходит к концу, большое спасибо, что досмотрели и не забывайте себя радовать даже какими-то маленькими-маленькими приятностями, они доступны абсолютно всем, ну, практически в любой день, в любом месте. Увидимся с вами в новых видео, всем до встречи и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok